Помнить можно только то, о чем знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет что помнить. Таков девиз акций «Читаем детям о войне». Придуманная сотрудниками Самарской областной детской библиотеки 8 лет назад. Она в четвертый раз прошла в универсальной массовой библиотеке Левобережного дворца культуры металлургов. Что такое День Победы? Это праздничный парад, это танки и ракеты маршируют в стройсердак. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Милане 4 года, она самая юная участница этого конкурса, выступала первой, а затем спокойно ждала подведения итогов. В этой акции девочка участвует впервые, а вообще такое мероприятие устраивают накануне Дня Победы в этой библиотеке с 2014 года. В тысячах городах от Москвы до Владивостока одновременно в 11 часов начинают читать детям о войне художественные произведения. Или это сами дети читают, или кто-то, какие-то знаменитые люди приходят, читают. Поэзия ведь это самый такой эмоциональный вид литературы, да, и он проникновенно очень так влияет на душу, на сердце. Я надеюсь, что ребята сегодня, вот они учили стихи, будут читать, они проникнутся этой атмосферой. Как врага с боями гнали, мы с родной земли, и ни пряди не отдали, выжили, смогли. 23 участника изъявили желание читать стихи о войне перед строгим жюри, в состав которого, кстати, вошел представитель первичной профсоюзной организации УАО ММК. В итоге оценивать пришлось 19 участников, и большинство из них наверняка из семей, через судьбу которых прошла Великая Отечественная война. У меня прадедушка воевала на войне, это по папиной стороне, и прабабушка воевала на войне, это, по-моему, еще прадедушка. Все выступления ребят были эмоциональными и проникновенными, в разной, конечно, степени. А итоги конкурса таковы. В категории от 4-х лет по 4-й класс победила Камилла Тухватулина из 2-го класса А школы номер 43. В старшей возрастной категории лучше всех читали стихи 8-классницы из интерната номер 2 Анна Абдрахимова и Валерия Чапилева, 9-классница из 21-й школы. А в средней возрастной категории отличилась Ульяна Лукина, учащаяся 5-го класса Б интерната номер 2. Алексей, Алешенька, сынок! Главное, сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино. Все ждала. Вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины не случится сын ее с войны. Все победители получили призы, подарочные карты в один из книжных магазинов города. Андрей Рыжков, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.